Уважаемые посетители портала interdance.ru, с нами Анастасия Юрьевна Титкова, к которой мы хотели бы задать несколько вопросов. Анастасия Юрьевна, первый вопрос об акции. Необычная акция, которая пройдет завтра, 18 февраля. Расскажите, пожалуйста. Впервые проводится такая акция. Это в первый раз в истории танцевального спорта. Она проходит по всей России. И она проходит не только с Союзом танцевального спорта России, но совместно с Союзом танцевально-акробатических видов спорта России. По всей России будут танцоры, собраны, которые готовы принять участие в этой акции. Хотелось бы отметить, что акция абсолютно добровольная. И поэтому она способствует только лишь объединению всех танцоров, объединению всех тренеров, объединению всех судей по всему нашему большому российскому пространству. И объединение всех закончится у нас в Москве завтрашним турниром. Это пройдет 12 часов дня на чемпионате России. То есть это будет в рамках соревнований? Где-то в рамках соревнований, где-то в рамках несоревнований. В чем заключается суть? Это как бы сюрприз, я так понимаю? Это сюрприз, да. То есть это такой похожий на флешмоб акция, знаете, да, что такое флешмоб, когда это проводится все одновременно. Но так как наша страна очень большая, сделать это все совсем одновременно будет сложно. Поэтому мы будем пытаться это сделать как можно более одновременно. Но что из этого получится, мы завтра увидим, потому что эта акция впервые проходит. Она под эгидой Валентина Абрамовича Юдашкина. И он будет присутствовать завтра на турнире. Это будет сюрприз. Я думаю, что будет интересно. Анастасия Юрьевна, несколько слов, какие-то, может быть, комментарии о нынешней ситуации в танцевальном спорте России. Я хотела бы сказать всем танцорам и тренерам и судьям. Пожалуйста, я понимаю, что ситуация очень тяжелая. И то, к чему пришла ситуация в России, это сложно, да. Сложно объяснить, почему так случилось. То есть эту оценку проведут специалисты чуть позднее, почему так случилось. В связи с чем произошел развал, в связи с чем произошла ситуация. Но самое главное, чтобы мы хотели отметить, что мы занимаемся спортом. И самое главное, чтобы спортсмены приходили танцевать на соревнования. Поэтому моя самая главная цель, чтобы спортсмены завтра пришли на турнир, на чемпионат России, первенство России и участвовали в нем. Чтобы судьи, которые назначены в ВДСФ судить этими, то есть они согласованы с Международной Федерацией национального спорта, грамотно сделали свою работу, грамотно выполнили те обязанности, которые они должны выполнить в соответствии с кодексом судей, по этике и правилам. Анастасия Юрьевна, ходят слухи, что вы покидаете клуб «Кристалл». Это так? Это действительно так. Мне, конечно, тяжело это очень. Действительно тяжело. Потому что клуб создавался нами с моим мужем, и он выстрадан с самого нуля. И поэтому, естественно, принять такое решение было очень тяжело. А для чего этот шаг? Расскажите. Этот шаг именно для того, что, находясь на должности первого вице-президента и спортивного директора Союза танцевального спорта России, к сожалению, я не могу заниматься так серьезно клубом. И прежде всего я должна быть объективна по отношению ко всем танцорам, тренерам, спортсменам и судьям. И в связи с этим я не могу относиться к какому-либо клубу. Спасибо. Скажите, звучат отклики в последнее время о руководителе Всемирной Федерации танцевального спорта Карлосе Фрай Таги. Что бы вы могли сказать вот об этом руководителе, об этом специалисте? Ну, на самом деле, я могу сказать, что как президент, он уже на протяжении достаточно долгого времени показывает о том, длительного времени показывает о том, что он высокий профессионал своего дела. И то, как развивается Международная Федерация танцевального спорта, это показывает. У нас появляются новые члены в других, даже на других материках. Танцоров становится все больше, судей становится все больше, и уровень пар растет. И это говорит о многом. И в связи с этим я не очень понимаю высказывание негативный его адрес. Потому что я не думаю, что человек такого ранга может принимать какие-то необъективные действия. Необъективные действия или какие-то решения. Спасибо. Скажите, что бы вы, может быть, хотели добавить, обращаясь к танцорам, которые хотят и которые приедут участвовать в чемпионатах и первенствах России? Танцуйте, получайте удовольствие. И прежде всего мы постараемся делать все, чтобы эти чемпионаты прошли совершенно на таком же высоком уровне, как это было раньше, но при этом объективность судейской оценки была повышена. Спасибо. 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 Продолжение следует...